Всем привет! В эфире перевыпуск пятой части, пятого ролика заметок о Черкесии, посвященного черкесам в Египте или черкесским мамлюкам. Итак, материала, как обычно, целая куча, тема такая животрепещущая для всех, поэтому сразу переходим к делу. Итак, первые черкесы, ну и в принципе как мамлюки, в арабском мире стали появляться спустя сто лет после развала арабского халифата в девятом веке. Связана эта традиция была с тем, что сплелись два фактора. Во-первых, в самом Египте тогда происходили постоянные междоусобицы, стычки, в принципе в арабском мире он тогда уже начинал разваливаться. Происходили постоянные столкновения между различными властителями, между различными группами. Как-то один из арабских властителей халиф Мамун, правивший в середине, как раз примерно, в первой, третьей, девятого века в Египте, принял решение, что нужно сформировать ему собственную гвардию из рабов и наемников не мусульманского происхождения для того, чтобы у них не было никаких связей с местными и, соответственно, отсутствовали бы какие-либо интересы к свержению его власти. Для этого он стал использовать наемников, купленных из рабов, и собственно собственных черных рабов, но их было в данном случае меньшинство. Как раз в это время на территории Черкесии активно правило хазария, хазарский каганат тюркского происхождения. На побережье были основаны византийские колонии и, в общем, все это сочетание очень удачно позволяло делать хазарам набеги на восстававших черкесов, тогда это были Сидийские и Касовские союзы, и продавать их в рабства тем же византийцев, которые, в свою очередь, переправляли их на Ближний Восток. Но в первое время поток таких рабов был не очень многочисленным, поскольку сама традиция была сформирована лишь у одного египетского султана. И то не во все времена в эти династии они этим пользовались. Чуть более поздний период, Фатимитский так называемый период Египта, составляющая из рабов-наемников, большей частью из тюркского населения. Это половцы гипчаки, это первые турки Малой Азии, курды, и чуть меньшей части это черкесское население. Так вот, черкесы сумели сформировать себя, зарекомендовать себя как личную гвардию и, соответственно, выполняли функции телоохранителей султана, которые в основном были задействованы только внутри дворца, в дворцовые элитные стражи и как бы старались занимать такие серьезные должности вот при дворце именно. А в то время как тюркская, знать половецкая, она больше была задействована в армейских частях, в качестве наемников непосредственных в боевых действиях войск. Все изменилось именно с приходом династии Айюбидов, так называемых, которую основал знаменитый их представитель Саллахаддин, он же известный у нас и в Европе как Саладдин, в 1171 году. Именно при нем начался такой активный большой поток закупки рабов для составления Мамлюкской гвардии, поскольку он именно поставил ставку на сформирование войск из наемников рабов не мусульманского происхождения. Известно Саладдин, он как бы известен в истории тем, что сумел такую возродить, скажем так, эпоху арабского мира, арабский ренессанс произошел краткий, он собрал разрозненные и уже достаточно сильно захваченные крестоносцами вот эти арабские государства, устроил восстание, как бы и выбил крестоносцев с этих земель, чем стал знаменитым. Именно его войска впервые завоевали для египетского султаната Емен и Ливию, закрепили вассальное положение Судана и ему подчинились территории Сирии и Северного Ирака, где впервые произошел такой многолетний союз между Египтом и Сирией как двух крупнейших государств султанатов. Именно при салах Аддин, крестоносцы получили полнейший разгром серьезный, и мусульмами сумели отбить обратно Иерусалим. Именно в этих сражениях мамлюки впервые проявили себя в полноценных боевых действиях, после чего Салахаддин, после этих побед, позволил им внедрить систему в Египте, которая строилась на раздаче вот этим мамлюкам и мирам земельных участков за их службу в гвардии, армии и флоте. И с этой как бы поры по сути черкесы, не только черкесы, а вообще мамлюки в целом становятся феодалами по сути в Египте, то есть феодальными владителями помещиками. В течение периода Аюбита в династии, в течение следующих 150 примерно лет, эта тематика только развивается еще больше, увеличивается приток мамлюков в Египет. Последний аюбитский султан Маликал Салих продолжал эту политику и вот в 1240 году купил довольно большое количество мамлюков, рабов именно. Это было ему позволительно, в результате того, что в 1240 году как раз первые, скажем так, наступления, та же вторая волна уже была монголов, которая проходила в том числе через Северный Кавказ и большое количество рабов приток пошел с территории Черкесии, ну в принципе даже с территории Кавказа. Там были представители Грузии, естественно и Абхазии тоже. В этом же году, в 1240 году начинается междоусобица в египетском султанате. Значит, и вот этот вот последний султан Салих направляет против своего соперника, сирийского владетеля Исмаила, с которым у нас жилась у него междоусобица в Сирии, значит, своего главного военачальника Бейбарса, или Бейбарса еще известно так же, как первый, если не ошибаюсь, Бейбарс первый. Значит, с армией мамлюков, которая имелась в его подчинении, а также еще и харизмийцев, которые, уходя от монголов, вот аж из Средней Азии, поселились в Египте и были приняты султаном. Он разгромил объединенную армию вот этого повстанца сирийского, который вместе с крестоносцами наступал на войска последнего султана Салиха. В 1944 году в битве под Газой, значит, моблюки вот во главе с Бейбарсом вновь, значит, разбивают крестоносцев очень серьезно и вновь захватывают Иерусалим, который до этого был отбитым. Для своих мамлюков Арсалих построил специальную резиденцию на Лиле, на острове Равда. Лагерь этот был очень хорошо укреплен, а со стороны реки Нилы оказался вообще, в принципе, неприступным. Эти мамлюки получили наименование Бахрит, то есть море, река по-арабски. И таким образом каждый отряд из этих Бахритов получил свой отличительный знак, вышитый на одежде был помеченный золотом на оружие цветок или птица. Армия моблюков начала строиться на том, что военачальники избирались из их внутреннего круга, из числа, что очень тревожило самих египтян, арабов именно. Современники писали арабские, что вот потомок великого Салахадина накупил столько рабов, что они теперь продают эти рабы самим себя друг друга. Действительно, тогда наблюдался в связи к управлению государством со стороны мамлюков впервые. Скоро начинаются снова военные действия против крестоносцев. Собираются полки султанские именно арабские Салахия и Бахрия, то есть из этих вот самых мамлюков, которыми командовал Бибарс. В сражении при Мансуре франки были разбиты, большая часть в главе с королем Людовиком была захвачена в плен. Правда, их позже, после революции, их отпустили за большой выкуп. И как бы Людовик этого не простил и все время до конца своей жизни все равно на мамлюков постоянно набеги делал. В это время как бы сменяется власть, появляется новый султан Туран-Шах, который после победы над франками, он как бы приписывать начинает ее себе, получается, своим действием, хотя он в ней не участвовал. Чем очень сильно настраивает себя мамлюков и его предшественника, то есть он был как раз сыном Салиха. Видя вот недовольство своим поведением, Туран-Шах начинает еще больше оскорблять мамлюков, их протеснять, что приводит в итоге за гору против него и мамлюки его убивают. И таким образом со смертью Туран-Шаха завершается арабская династия Аюбидов в Египте и страной начинает управлять мамлюкская верхушка во главе именно с половецким кемчавским, то есть тюркского происхождения, бахаритским родом. Публика избирает своим предводителем вдову их господина Шаджарад Ал-Дур, женщину. Однако так случилось, что для того, чтобы построить нормальное государство, даже после революции оно должно быть признано соседними государствами, иначе они могут объявить войну за наследство. Соответственно, намеки, особенно из Багдада, пошли от арабских владелей о том, что не угодно держать на троне женщину, если они не найдут себе султана, то они с войсками придут и сами им назначат султана, нормального мужчину. Из-за этого начинаются в стране беспорядки, и в Сирии опять активизируются сторонники арабской власти, арабской династии бывшей, во главе с Насиром Ясуфом, на сторону которого встают мамлюкские миры именно с сирийской части, то есть в Дамаске и других городах Сирии. В этой обстановке эта женщина Шаджарад вынуждена оставить трон и выходит замуж за Айбека, которого в итоге назначают султаном Египта, и это именно тот выходец из мамлюков кирпчатского происхождения. Таким образом он становится первым султаном этой мамлюкской династии, и по происхождению он был туркменом. Однако повстанец Юсуф, который в Сирии начал бучу, он не останавливается на месте, начинает с сирийских правителей объединять под свою власть, чтобы захватить снова власть в самом Египте. Он заключает перемирие с тем самым Людовиком, которого отпустили мамлюки. Мамлюки начинают выдвигаться в Египет со своей армией. И где в 1252 году рядом с Каиром при пирамидах происходит сражение большое между войсками Айбека и Юсуфа, в результате которого, несмотря на перевес сирийцев, мамлюки военной хитростью сумели выиграть сражение и казнили его, еще в бою прям казнили военачальников этого Юсуфа. И сирийские повстанцы начали вроде как побеждать и заранее отправили своих каких-то послов в сам город Каир для того, чтобы объявить победу. Новая власть, Юсуф снова восстановили арабскую династию. Каир начинает ликовать, поддерживать всех. И тут внезапно меняется положение дел на поле боя, мамлюки выигрывают, в результате чего победы устраивают в Каире дичайший погром. В общем, Каир на все последующие годы правление мамлюков отказывается вообще выступать против них. Однако к этому времени события международные меняются. Монгольские войска во главе с внуком Чингисхана Хулагу в 1258 году вторгаются в соседний аббасийский халифат в современном Ираке и захватывают Багдад и разрушают эту династию. То есть полностью весь Ирак, Персия переходит под власть монголов. Часть этого семейства халифитского удается скрыться в Дамаске, к тому времени уже новый мамлюковский султан Бибарс Аль-Бундук-Дари к 1961 году приглашает эту дядю последнего халифа их для того, чтобы как бы за собой признать власть над как бы арабским миром, то есть поскольку в Багдаде находился после Каира второй крупнейший центр арабской власти. И значит собирается большой совет, где они вот при наследниках этих признают тот факт, что вот мамлюки являются наследниками вот этого арабского мира, то есть властителями Египта, Сирии, арабского полуострова, Емена и соответственно Месопотамии. Ну и как бы карблаш выдают, что если они захватят власть, там выбьют монголов, то как бы станут полноценными правителями. Как бы Бибарс предполагает, что вот направится с войсками и поставить обратно вот этого, вернуть власть этим халифитам. Этот Аль-Мунтасир, он, как прознали мамлюки, он оказался довольно глупым, высокомерным человеком. Они это поняли, что если его поставить туда, в общем-то ничего хорошего из этого не выйдет, они просто проиграют, он выступит против них опять же. Бибарс его обманывает, объявляя, что вот о походе на Багдад, а сам его вперед отправляет этого Мансура с небольшим отрядом своих же и кидает его там в пустыню, где его монголы в итоге зарубали. А через год Бибарс находит другого отпуска этого халифитского дома, который оказался более смешленым, его звали Ал-Хаким. В дела вот этой мамлюской верхушки он решил не вмешиваться, просто признал власть и все. Его потомки его позже были халифами до самого заевания Египта турками, то есть в их числе. Хотя в военном отношении к 1260 году мамлюки были довольно серьезным такой армией, но столкнулись они тогда с много более свирепым и сильным противником, с многочисленным более, это монголы, которые активно наступали на запад. К этому моменту, понимая, что будет наступление на их территории, мамлюки сумели организовать союзические отношения, в частности нашли они союз с Золотой Ордой, которая противостоялась так называемой Ильхановой Иранской Орде. И здесь надо понимать, что несмотря на то, что это были христианские государства, тогда все равно они пошли на союз такой, у них были общие геополитические интересы. То же самое получилось заключить союз с Византией, которой нужен был противник против крестоносцев, которые в тот момент ее захватили. И, соответственно, Византия искала союзников против крестоносцев. Таким образом, заключив эти два союза и обеспечив постоянный приток рабов для пополнения мамлюской армии из Черкесии через византийские колонии, они заключили такое соглашение с Византией о свободном проходе раз в год двух кораблей в Черное море, которые вывозили 2-3 тысячи человек в год в среднем из Черкесии рабов, которые ставились путчим мамлюками. На этом фоне Хулагу этот монгольский хан вторгается в Сирию, устраивая там большущую резню. Отправляет он послов в четверок в Каир, которых мамлюки казнили и стали готовиться к наступлению ответного. В это время из Сирии присоединяются к ним бывшие восставшие бахвитские мамлюки сирийские, которых прощают и принимают свою армию. И вот эти две армии, монгольская и мамлюская, начинают сходиться друг с другом. В общем, 3 сентября уже года случается огромнейшее столкновение между двумя гигантскими армиями Средневековья и происходит крупнейшее, значительнейшее сражение для всего в принципе цивилизованного мира в тот момент, в котором мамлюки с огромным трудом, опять же хитростью, но получается у них победить монгол. Бибар со своими мамлюками преследует их до самого захода солнца. Часть таких войск монголов, в которых были включены в том числе крестоносцы, с которыми они объединялись, грузинские и армянские части военные, они их преследовали до самого Ефрата, где подожгли их оставшихся в камышах. Вот эта вот победа, по сути дела, остановила монгольское вторжение, во-первых, во-вторых, стало первым таким случаем, когда казавшаяся всему миру уже непобедимая армия, вот эта орда, была действительно во сражении побеждена, остановлена. Таким образом, у мамлюков повышается серьезный авторитет, в первую очередь в исламском мире. Жители Сирии и Египта начинают их воспринимать как таких защитников веры. Именно после этого они принимают титул защитников всех ислама и всех мусульман и принимают почетную должность отправлять священное покрывало для Кааба в Микки. В этом сражении руководство принадлежало военачальнику Бейбарсу и он именно в результате этого сражения мечтал, рассчитывал, точнее, даже, получить в свое владение серьезные территории в Сирии и с городом Алеппо. Однако, его султан Кутус на тот момент был в Египте, который отказал ему предоставление этого лены, и более того, в связи с вот этой победой и серьезным повышением авторитета этого военачальника, он испугался того, что Бейбарс потребует, ну, как бы, захочет власти полноценной в Египте и захочет быть султаном и, в общем, устроить заговор или свергнет его. И он намеревался его убить. Однако, Бейбарс его опередил и сам его убил, то есть, как бы, оказался немножко хитрее. Стоит отметить, что исторически так сложилось, что в Египте не было своего такого, изначально в арабском еще Египте не было военнослуживого сословия и не было даже базы, на которой бы это все могло образоваться. Домовляков, поэтому из-за этой вот ситуации Египет постоянно становился таким гнездом раздоров, постоянно его междоусобицы раздирали. И, как бы, и, поскольку он находился на ключевом месте, вот, всех торговых путей, то, естественно, все мечтали, как бы, завоевать. И эта война, как бы, она постоянно длилась, неприходящая. И только с приходом мобляков Египет сумел зажить, как бы, более-менее мирно. То есть, хотя бы, население местное не так страдало от этих постоянных войн, от того, что какие-то пришельцы со стороны приходили и пытались захватить власть. При этом, как бы, христианцам, моблики не ущемеляли, поскольку, в принципе, вот, тюрки и черкесы, они, как бы, нейтрально относились к религии, веротерпимым убили, и поэтому, как бы, для них не имела большого значения религиозная принадлежность, поэтому христиане чувствовали себя хорошо, христианские копты, египетские, и занимали довольно серьезные должности в финансовой сфере государства. Большее, как бы, значение для мобляков имела экономическая выгода, поскольку через Египет шла основная торговля Европы с Индией, и основные торговые пути проходили, из-за чего, как бы, они и зарабатывали. Местному населению это было выгодно, поскольку, ну, и горожанам, естественно, выгодно было, они получали с этого деньги, и местному населению тоже, потому что вот эти простые крестьяне, они могли спокойно возделать свои участки, не боясь от того, что кто-то может напасть, там, сжечь их, там, забрать все. Однако при моблюках самим миром, то есть наместником, мог стать только мамлюк. Обрезались, так называемый, социальный лифт для всего местного населения, для арабского. Все высшие должности в государстве занимались, в основном, только мамлюками или их родственниками. Часть эмиров избиралась в ближайшее окружение султана и составляла его свиту. Остальные получали должности в армии, либо назначались наместником коменданта цитадель в провинции. То есть наместник не мог лишиться своего звания, в принципе, оно им удавалось пожизненно. Наказание для них могло быть в виде тюремного заключения, казни, ссылки в далекий гарнизон какой-то, но вот вернуться в рабское состояние, как меры наказания, уже невозможно было. Был в истории в Египте всего такой один случай, при Бибарсе, но он такой, изреда он выходящий. Ну, наиболее привилегированными были султанские мамлюки, то есть из самого ближайшего окружения султана такая элита. В их составе пребывали уже освобожденные мамлюки, но и были и пребывавшие в рабском состоянии, которые в процессе были перехода к свободному мамлюкам. Они получали, естественно, лучшее образование наиболее. Их численность колебалась примерно от 10 до 12 тысяч, точнее от 10 до 12 тысяч, в зависимости от султана. Вот, например, Бибарсе имело около 6 тысяч таких мамлюков. Еще одним важным моментом является то, что эти партии делились на мамлюков текущего султана, которые стали таковыми при нем или были освобождены из рабства при нем, и мамлюков, допустим, бывшего султана, которые в отдельную партию входили, и только иногда могли переходить в гвардию текущую. То есть это огромное количество групп, которая делилась по разным признанным, не только этническим, но и принадлежности к той или иной династии, к тому или иному лицу. При этом стоит отметить, что во времена именно тюркских, то есть половецких мамлюков, они старались эти эмиры в Ахридский период всячески препятствовать передаче земельных участков именно черкесским мамлюкам, бурджитам тогда уже их так называли, поскольку, в принципе, между ними происходила такая контра постоянно. Предводитель бюджетов, тем не менее, всегда входил в число крупнейших земельных владельцев, но он был единственным, как и самый крупный представитель. Чуть позже, в 1277 году при султане Калауне, произошло значительное смещение этнического состава мамлюков в пользу черкесского. Произошло это в результате того, что он приобрел около 12 тысяч черкесских именно мамлюков, которых сформировал свою гвардию. Это стало возможно благодаря тому, что в Черкесии, как раз примерно в эти годы, дабы подавить восстание, туда пришел с войсками золотардынский хан Нагай, который серьезно очень разграбил Черкесию. Ну, как бы, было такое довольно катастрофическое нападение на эти территории, и появилось огромное количество черкесского происхождения рабов, которые продавались на рынках. К этому моменту гвардия черкесская, вот эта султанская Калауна, достигла 4-5 тысяч человек. Остальные черкесы же влились в ряды общих мамлюков, то есть в Бахарицкую пока еще партию. И таким образом впервые появляется так называемая партия башенных мамлюков, поскольку размещались они в круглых башнях Каирского гарнизона, этой цитадели Бурджах. Именно так и называли их черкесских мамлюков, дальше башенные мамлюки. Таким образом, при Калауне появилась еще такая функция, вот именно у черкесских мамлюков, охранение султана от заговоров со стороны тюркских мамлюков, которому доверие уменьшалось, в результате того, что они постоянно вели эту султанскую игру. В 1265 году, чуть-чуть раньше этих событий, приходит в Персии к власти сына Хулагу Абака, который долгое время внашивает планы по захвату Сирии. Ну, снова, да, реванш такой. Но он при Бейбарсе живом боялся это сделать. Но после смерти Бейбарса происходит второе крупное вторжение монголов, которое как раз попало на историю провластвования султана Калауна. Армия монголов, в два-три раза превышая по численности мамлюкская, врывается в союзе с крестоносцами в Сирию под предводительством Мингу-Тенгира. И в районе города Холмса встречается с армией мамлюков и начинает держать победу. То есть мамлюки дрогнули, их серьезно окружили. В общем-то, их армия находилась буквально на самой грани краха. И так случилось, что выделился из Эмир, из сотни мамлюков, так называемый Аздемир Алехадж, который вызвался поехать якобы на примирение в Ставку Хана. Значит, он является начальником этого Мингу-Темира, якобы с требованием, не с требованием, а с сдачей, с примирением. В момент этой встречи ему удается выхватить копье у какого-то стражника соседнего и он, скажем так, серьезным ударом смертельно ранил их военачальника, из-за чего в войске монголов началась паника. Чем и воспользовались мамлюки, которые серьезно разгромили армию монгольскую. Этот военачальник скончался, естественно, из Эмиры тоже убили. Все это привело к серьезным таким последствиям для монгольской ильханской династии в Иране, в Персии, в которой спустя всего несколько месяцев после этой битвы умирает этот султан, получается, Ханнабака, и к власти приходит его брат Ахмед, который принимает мусульманство, и это приводит к нормализации отношений мамлюков и вот этих иранских монголов. Начавшийся спустя десятилетия после этого смута в египетском мамлюкском государстве вывела на место султана Китбугу Аль-Адиля. Это был султан айратского, то есть монгольского происхождения, поскольку монгольские мамлюки тоже имелись в армии. И вот он захватывает власть, единоличным становится диктатором среди мамлюков, и именно при нем возникает опасность татаризации Египта, то есть он начал своих соотечественников, соотечественников татар, татар-монгол запускать в Египет на поселение, около 50 тысяч айрат поселился в Египте, появился впервые в Каире так называемый татарский рынок. И вот эти вот самые монгольские айраты, которые были поселены в Египте, султаном Китбугой, они начинают получать вне очереди свои земельные наделы, получать статусы наместников эмиров, причем еще до принятия их в ислам, что вообще дичайше бесило в общем-то всех. Бахриты, получается, попали под их серьезное влияние и не высказывали каких-либо повстанческих настроений, скажем так. А вот буржиты, как раз черкесские мамлюки, очень возмутились от этой ситуации и решили выделить из своей среды будущего султана Баркука как предвидетелья повстанцев. Через время происходит заговор, и вот этого монгольского султана Китбугу сменяет на должности султана Хусамандин Ладжин, который, по некоторым данным, был либо пруссом, либо греком по происхождению, и опирался как раз-таки на черкесских мамлюков буржитов. Сам Китбугал не был убит, был выслан в Дамаск, где ему было позволено управлять городом Хамай, то есть его сделали небольшим таким местным наместником, намером. В 1299 году, во время похода против Ильхана Газана, это одного из повстанцев монгольских в Сирии, вот эти самые Айраты, которые там проживали, были поселены до этого, восстали в Египте, намереваясь убить действующего султана и вернуть трон своему бывшему любимцу Китбуге, но их мятеж потерпел крах. В это же время монголы из соседнего Ирана в третий раз нападают на мамлюков, но терпят крупное поражение от немало численных в сравнении с ними мамлюкских дружин, и победа на Сафарском поле происходит это все. Победа принесла мамлюкам в итоге долгий мир на этом рубеже, и монголы больше не нападали на мамлюкский султанат. Степенно, медленно на неуклоны росло влияние именно черкесской части мамлюков в государстве. Со смертью Анна Сира династия Калаумидов пришла в упадок, и крестоносцы начинают устраивать жестокие нападения на все прибрежные города египетского султаната. Что называется, порзеть начинает. Это, соответственно, вызывает негодование в среде мамлюков. В это время на египетском троне появляется султан Шабан II, который симпатизировал очень черкесским мамлюкам. Именно в его правление окончательно приходит упадок, бахридская, то есть половецкая часть мамлюков корпорация, и окончательно к власти приходит Баркук Алджи Корси, будущий султан, основатель черкесской династии. В общем, в этот переходный период начинаются военные столкновения между усобицей за властью султанатия, при этом очень сильные стычки происходят между мамлюками черкесскими и тюркскими. И вот в этой непрекращающейся борьбе в 1382 году именно Баркук, лидер черкесских мамлюков смещает действующего султана и провозглашает себя султаном. Султан Баркук кардинально изменил этнический состав армии и своего аппарата административного на все посты в государстве начинают назначаться черкесские представители группировки. Карельная лестница окончательно закрывается для всех остальных не черкесского происхождения жителей. И вот в эпоху правления начинается еще более усиленный перевоз из черкесов из, собственно, Черкесии в Египет для пополнения рядов мамлюков. В какой-то момент это приводит к тому, что, как мы понимаем, многие из этих рабов, особенно, которые пришли к власти именно в этот момент, но не родились еще в Египте, то есть они были изначально рабами, они еще имели связи в Черкесии родственные и многие предпочли, пользуясь случаем, перевести родственников из Черкесии. Соответственно, приезжали вот эти родственники из Черкесии многочисленные, которых сразу же наделяли властными полномочиями, мирами, наделами и прочим, что вызывало, в общем-то, серьезное недовольство населения, в принципе, что и послужило, как бы, со временем усиливающимся восстанием против мамлюков, негодованием тем, что они образовали такую закрытую структуру, фактически олигархию в государстве, где сами жили, всем управляли, все имели, а все остальное население оказалось за бортом. По некоторым данным, в указанный период управления черкесских мамляков, численность чиновников в египетском султанате черкесского происхождения колебалась от 5 до 25 тысяч человек. При этом они считали себя высшей кастой, с арабским населением никто из них не смешивался, это было запрещено им. Многие из них попадали в Египет уже в взрослом возрасте, естественно, языка не знали, и доходило до того, что даже султан некоторые не знали нормально арабского языка. Никто не учился, с народом они не общались, были посредники, им не требовалось этого. Но при этом именно в черкесский период развития Египта значительно усилилась подъем культуры и искусства, то есть произошел такой арабский ренессанс арабской культуры. Султаны приглашали из соседних стран ученых, богословов, поэтов, художников, они в Каире массивно проживали, все эти известные личности того времени. Развивается архитектура, значительные постройки, по сегодняшнему сохранившиеся строятся по всему Египетскому султанату. Строятся соборные мечети, мавзолеи, школы, госпитали. Они старались султаны превзойти всех предшественников именно в культурном развитии страны. В том числе и армия растет, с которой уже считаются все соседние государства. На рубеже 14-15 веков армия отражает нашествие Тамерлана, который очень сурово прошелся по соседям. Наносится поражение туркменскому правителю Юсуфу в 1417 году. А султан Барсбей осуществил завоевание острова Кипр в 1424-16 год. Дело в том, что они до этого захватывали сам Кипр, но центральные цитадели оставались независимыми, и они вынуждены постоянно выходить. А с Кипра постоянно нападали крестоносцы. Они грабили торговые суда, купцов, просто высадивались на берегах и разоряли крупные поселения. В том числе было нападение на Александрию, суровое, пожгли город серьезно, увели очень много пленных. То есть варварские, пиратские нападения со стороны крестоносцев происходили постоянно. К 15 веку происходит ослабление египетского государства. Все это связано с тем, что среди черкесских эмиров, ввиду того, что они пытались ввести наследственный султанат, переходящий от отца к сыну, начинали возникать постоянные междоусобицы и войны за роль султана, за должность султана. И это ослабляло государство серьезное. В какой-то момент эти междоусобицы достигли критических масштабов. Все это, естественно, увеличивало налогообложение на все остальное население. То, что они дележкой земель постоянно подрывают крестьянское хозяйство, лишает их крестьян наделов. К тому же усиливается к северу в это время Турецко-Османская империя очень серьезно и начинает на себя забирать так называемые торговые пути в Индию. То есть настраивает связи между Европой и Индией, через свою территорию начинает перегонять это все. Уменьшается экономическая база. В какой-то момент даже в результате этих стычек с османами, с их растущей властью, османы перекрывают поставки в торговые пути в Черном море и в какой-то момент прекращается пополнение рядов черкесов из Черкесии. Ко времени поступления на престол Барсбая в апреле 1422 года абсолютное большинство должностей в султанате уже было занято черкесами. В это же время обостряются именно отношения с турками. Дело в том, что, как я уже говорил, турки начинают усиливаться, строить свое государство, расширять, уже империя появляется у них. Чрезмерные амбиции османа Махимеда II в это время, который принял впервые титул султана турок, привели к ухудшению отношений, потому что мамлюки считали себя единственным султаном мусульманского мира. И в 1463 году османский посол отказывается прилюдно целовать земли приступами султана мамлюков, заявлять, что проделал это мысленно. К 1468 году турки присоединяют к своей территории близкой к Сирии владения, что вызывает конфронтацию. В это время небольшое армянское государство в Килике оказалось пограничным, и каждый из сторон пытается посадить на трон лояльно к себе правителей из-за чего у них происходит конфликт. Османы закрывают поставки товаров на эту территорию. Как раз к этому времени они захватывают генойское побережье, то есть перекрывают полностью Черкесию, она подчиняется, начинает их прибрежной территории Черкесии, Крым. и поставки в принципе блокируются и превращаются из Черкесии именно черкесских рабов в пополнении армии мамлюков. Турки начинают искать формальный повод для начала войны с османами. Такой повод находится, идет некая индийская делегация к турецкому султану, в котором везет договор на заключение торговых отношений и подарок султану в виде какого-то оружия красивого, резного, и некие мамлюки нападают на этот караван, грабят его, и сам султан не успевает извиниться. Турки тут же объявляют войну по этому формальному поводу, и начинается первая османо-мамлюкская война, которая проходит как раз на территории примерно Сирии и армянских государств. При этом в этот раз мамлюки трижды побеждают турецкую армию, при этом полный разгром происходит сжигается их столица. И в 1991 году турки вынуждены были заключить с мамлюками мир, Османская империя отказывала от притязаний на эти территории, но соперничество двух держав продолжается. Параллельно в 1500 году активно начинают действовать в Индии португальцы, которые начинают высаживаться и грабить прибережные части не только Индии, но и арабского полуострова и территории принадлежащих мамлюкам, что приводит к тому, что мамлюки строят небольшой флот, но он был уничтожен в сражении у берегов Индии. Португальцы еще больше начинают наседать на эти территории, усиливают колонии на юге арабского полуострова. Позже, в результате нескольких сражений оставшийся египетский флот мамлюков с переменным успехом вроде как начинают побежать португальцев, но все равно при массивном сражении у египетских берегов сокрушительное поражение и полностью уничтожается. Португальцы начинают захватывать территории на Персидском заливе. Но, тем не менее, через 15 лет Новый Султан Консавгури восстанавливает Красноморский флот и начинают успешно отбивать португальские атаки. В это же время происходят столкновения у мамлюков и с иранским правителем Исмаил Шахом. Сражения не происходят у них полного тогда ушла тройственная война, турки тоже сражались с иранцами и мамлюки просто не вступили в этот бой, не решили, не стали вмешиваться точнее в эту войну, в результате чего иранская армия проиграла и Султан Османской империи. Селим Первый захватывает Иран и начинает готовиться к захвату самого египетского султаната, о чем, в общем-то, и объявляет Мамлюка. А причиной это стало то, что он якобы их не считает за нормальных настоящих мусульман, что считает именно себя таким защитником мусульманского мира и считает, что именно ему должен прилежать Каир. В октябре 15-го года султан Консавгури объявляет мобилизацию войск, но начинается проблема у него с этой мобилизацией, поскольку этот разлад в государстве не позволяет нормально собрать армию, многие воины бунтуют, требуют повышенного зажалования к себе, крестьяне вообще саботируют эти мероприятия, бедуины тоже отказываются повиноваться властям, нормальную армию не получается собрать. Но в это время начинается в Сечем году 16-го начинается 2-я Османа египетская война. Султан Гури с трудом собирает 60-тысячное войско, из которого с 12-15 тысяч составляют его личные мамлюки. И занимает позиции на севере Сирии в близи городка Халеб. При этом Османская армия значительно предсходит мамлюкскую не только в численности, но и в вооружении. У Османа турков на то время уже было и огнестрельное оружие, и хорошая артиллерия, и первые европейские такие типа ведения войны, сгруппированные войсками. В отличие от мамлюков, которые еще в средневековой армии имеют. Тем не менее, начинаются сражения и в этот момент происходит крупнейшее поражение мамлюковской армии, катастрофическое для всего этого султаната, вызванное тем, что по ряду источников это как бы слухи, либо это может быть правда, сложно сказать до конца, как оказалось, что мамлюки сначала отбили кавалерию османскую, уничтожили довольно большое количество воинов, но заметили, что в этом сражении, в этих тяжелых боях султанская армия мамлюков, именно окружение султанов, элитная его гвардия, не участвовала в боях, просто стояла окружив султана и охраняла его. Это очень сильно возмутило этих мамлюков, сражавшихся на территории и они отказались продолжать бой и покидают правый фланг войск. Вслед за этим левый фланг покидает эмир Хайрби, который находился в это время, как казалось, в сговоре с турецким султаном Силимом I. Османская армия переходит в наступление и полностью приводит к разгрому мамлюкской армии. При этом султан к конца в гуре, узнав о том, что его две крупнейшие группировки его покинули и османы наступают, его охватил апокалиптический удар и он умер прямо на поле сражения. После поражения мамлювских войск турки захватили Сирию и Палестину и султан Силим I объявил себя султаном ислама и обратился к черкесским мамлюкам египетским с требованием заключить мир на условиях признания его в качестве халифа, то есть верховного правителя, им стать вассалами и платить ему дань. Соответственно эмиру черкесских мамлюков на это не пошли отказались и стали собирать новое ополчение. Новый черкесский султан Монбей в кратчайский срок реализовал свою армию собрал 40 тысяч солдат и подготовил позиции возле Каира, где и произошло второе крупнейшее сражение между османскими войсками и мамлюками. Несмотря на то, что он приложил максимум попыток для собрания армии, в ней все равно царил разлад. Горожане крупных городов и артиллеристы отказались выступать в этом сражении. Также присутствовало достаточно большое количество предателей, которые постоянно сливали информацию туркам. Все это привело к тому, что 22 января 1517 года мамлюкская армия потерпела серьезнейшее поражение, оставив на поле боя более 25 тысяч трупов и вынуждена была отступить. Плюс именно османского султана был в том, что он шел туда с войной сражается исключительно с мамлюками, с их верхушкой, чтобы освободить египетское население арабов от гнета мамлюков, что в крестьянстве встречало довольно положительный отклик. До конца с мамлюками оставалась часть богатых граждан и бедуины. После захвата Селимом I Египта он устроил репрессии против мамлюков, изгнал из Нижнего Египта все их гарнизоны. При этом Туманбей успел сбежать и устроил в Верхнем Египте в среднем вглубь Африки. По Нилу устроил там партизанскую войну. Однако она не продлилась долго, поскольку буквально через два месяца преданные ему бедуины его предали и выдали османским властям. Последний мамлюкский султан официально черкесский Туманбай был повешен 13 апреля 1917 года подаркой каирских ворот Бабзуэйвам. Таким образом мамлюкский султанат прекратил свое существование. После окончания военных действий в Египте Селим I провел определенное преобразование. В первую очередь он перераспределил земли, которые принадлежали мамлюкам. Все эти мамлюкские земли бывшие отошли к казне. Конфискованы были дома, имущество их то есть в довольно большом количестве они были вывезены в Турцию. Он же собрал с населения налоги, которые позже поделил между его наместниками и крестьянами. Чуть позже Египет и Сирия получают автономный статус в рамках Османской империи и на должности там назначаются бывшие черкесские мамлюки эмиры, которые перешли в этой войне на сторону Османской империи. Им позволялось полностью введение на свое усмотрение дальнейшей деятельности они особо поэтому не меняли ее также мамлюкская система и осталась там на месте. И содержали собственно войска и администрацию. Из них также был сформирован специальный черкесский корпус в рамках турецкой армии. После смерти османского султана Селима I эмир Газали который опирался на черкесов и бедуинов поднял восстание и объявил о том, что он откалывается от Османской империи. Это произошло в 1520 году. Он принимает отдельный свой титул и начинает чеканить монеты. Полноценные показатели самостоятельного государства. Войска Газали разгромили и изгнали османские гарнизоны из крупных городов Сирии. Но несмотря на военные успехи это восстание не получило широкой поддержки населения в регионе. К нему присоединились лишь некоторые бедынские племена и из-за этого в декабре 20-го года войска эмира вынуждены были отступить от прибывшей в Сирию османской армии. Через год дать под Дамасском сражение, в котором терпят поражение. Автономный статус Сирии после этой неприятной для османов ситуации был полностью упразднен, а ее территорию разделили на три губернии, на управление которыми поставили непосредственно уже османских пашей. В октябре 22-го года после смерти правителя Египта Хаирбия бывшего перешедшего на османскую сторону османские власти упразднили также и здесь Мамлюкское княжество полностью. Однако Черезским лидерам удается сохранить свой довольно высокий статус в государстве, их назначают по-прежнему наместниками провинции округов. Они получают свою долю с налогов и постепенно начинают выходить из-под контроля Османской империи. Продолжает действовать также система пополнения мамлюкских отрядов, которая в рамках Османской империи позволяла забирать Черкесов с территории Черкесии. В конце XVI века мамлюкские стали принимать активное участие в политической жизни в Османской империи, а на протяжении уже следующего XVII века начинают вести борьбу за власть непосредственно в Египте. Попытка восстановления государства. Тем не менее, к тому времени изменяется этнический состав мамлюков. С XVII века начинает повышаться удельный вес выходцев из Грузии и Абхазии, поскольку там идут довольно обширные боевые действия между Турцией и Персией и местное население жестоко страдает от всего этого. Вплоть до того, что его пытаются вывезти, либо истреблять, либо вывозить с территории Закавказья. Также выполняются ряды жителями Восточной Европы, славянскими или венгерскими частями, которые попадают туда в результате пленения в войнах по захвату Балкана Османской империи. По традиции эти мамлюковские Мамлюки, как и прежде, ведут изолированный образ жизни, они не смешиваются с местными египтянами и арабами. В 1770 году лидер мамлюков Али Бей, воспользовавшись русско-турецкой войной, провозглашать независимость Египта от Османской империи и разворачивать боевые действия против Османских войск. Но в 1773 году он погибает в междоусобной войне между своими. Попытки османских властей восстановить контроль над Египтом в следующие годы успеха не имели. То есть Египет отключательно все успел отколоться от Османской империи. Конец 18-19 века стали эпохи заката по сути мамлюков в Египте. Прежде всего это связано с вторжением Наполеона. В 1798 году Наполеон с 30-ти тысячным экспедиционным корпусом вторгся в Египет, воспользовавшись тем, что он отколовшаяся страна с междоусобицами и на довольно активном торговом маршруте находится. Междоусобицы в стране, а также превосходящее превосходство европейского оружия, они обеспечили ему успех и, разгромив мамлюйское войско в решающем сражении у пирамид, французы занимают Каир. При этом в этом сражении армию Наполеона встречают черкесские и грузинские мамлюки в главе с черкесским миром Мурадбеем. Мамлюки в этих битвах понесли очень значительные потери и вынуждены были отступить в Верхний Египет. Несмотря на ряд одержанных побед французам так или иначе не удалось закрепиться в Египте надолго. Борьбу с ними подняли жители Каира, крестьяне египетские, бедуины. Мамлюки начали партизанскую войну и все это происходило еще по поддержке Британской империи, которая совсем не хотела французского присутствия в этой территории, которая считала территорией своих интересов. Таким образом, Британия уничтожает еще и флот Наполеона. К тому же, в сентябре 1798 года османский султан Селим III, стремившийся восстановить контроль над Египтом, также вступает в войну с Францией за египетское наследство, скажем так. И в итоге экспедиционный корпус Наполеона был вынужден капитулировать в 1801 году. Однако, военные действия после ухода французов не прекратились, борьба за власть развернулась еще больше, но уже между мамлюками и османскими частями Османской империи. Особенно, после смерти от чумы султана мамлюков Мурад Бея. Однако, в 1803 году албанский отряд мамлюков происхождения, действовавший на территории Египта предает османские войска и заключает союз с мамлюками. В результате чего, в следующем году эти союзники мамлюки наносят поражение османским войскам и уже начинают между собой собачиться. Жители Каири проволошают правителями Египта командира албанца Мухаммеда Али. Мамлюки именно египетские вынуждены после неудачной осады Каира отступить на юг Верхний Египет. В итоге страна разделяется на Верхний и Нижний Египет. Однако в 1805 году видя тщетность попыток победить Мухаммеда Али и убрать его из Египта Османская империя выдает ему по сути фирман то есть благословление на утверждение его в должности вице-короля вроде как-то наш до сих пор. И вот продолжается все эти годы борьба между двумя династиями мамлюков. В итоге в 1811 году в Каир приглашают Мухаммеда Али мамлюков Верхнего Египта бывших черкесско-грузинских якобы для примирения. Все они собираются в большой Каирской крепости и вот в тот момент когда основная верхушка проходила внутреннюю коридору на лошадях их запирают и расстреливают. Всего погибает около 500 мамлюковских беев. И вслед за этим разворачивается по всей стране ряд репрессий направленных против мамлюков. Которые приводят к астрофическому их уничтожению и по полной потере влияния в стране. Их из-за того, что они не смешивались было не очень много и это сказалось на них. В итоге некоторые из мамлюков предпочитают скрыться в Верхнем Египте. Какая-то небольшая часть их в Сирии и в Судане, а какая-то еще небольшая часть переждав репрессии все-таки устраиваются на службу к действующему султану Мухаммеду Али. По данным арабского историка Джаба-Арти во время этих событий было уничтожено более 1 000 мамлюков и их наместников. А в результате боевых действий охотивших Египет на рубеже всего этого времени всех этих передряг 18-19 века их численность катастрофически уменьшилась примерно с 60-70 000 до 10-12 000 человек. А после этой резни их вообще около 5 000 в стране осталось. Тем не менее в первой половине 19-го века продолжает возрастать приток кавказских невольников и эмигрантов в страны арабского мира, в том числе Египет. Потомки мамлюков в Египте оставшиеся в живых выкупают их из арабства и встраивают свои семьи, помогают обустроиться на новом месте. Со временем эти прибывшие восстанавливают свои связи с родственниками на Кавказе и как довозят их также в Египет. Есть по этому поводу версия, что мамлюков еще и брали и приглашали сюда. И именно почему именно успех черкесских мамлюков и тюркских мамлюков в Египте связан с тем, психологическим моментом, что допустим рабы поступавшие в Египет из стран покоренных Египтом или арабами они чувствуют себя несколько иначе чем рабы поступавшие из стран неподконтрольных и, грубо говоря, могли себя вести более свободно, психологически более легче чувствовали себя, понимая, что эта страна никаким образом не влияет на их родину и их родственников на родине. После ликвидации мамлюков в 1811 году Мухаммед Али через время все-таки переменил свое отношение к ним и объявил помилование. Семьям погибших стали возвращать конфискованное имущество, ценности. Мухаммед Али это как бы обосновало тем, что ему все-таки нужна боеспособная армия сформированная по европейской системе и без мамлюков тут не обойтись. Именно поэтому он для обучения мамлюков учредил трехлетнюю школу в Осуане в Верхнем Египте, в которой преподавали инструкторы из Западной Европы. Собирал гвардии в Каире у себя, а детям погибших черкесских беев Мухаммед Али предоставил возможность получить образование в Европе. Чуть позже, в времена усиления черкесов с Кавказа в Кавказскую войну в Османской империи увеличился, соответственно, их приток в Египет. Значительная часть мальчиков и юношей по приказу Хидива тогдашнего Исмаила устраивали в различные приюты, позднее в военные училища. Численность их составляла не очень много, около 100 человек. Тем не менее, они все-таки встроились, в эту систему египетскую. При этом сосредоточение власти в руках все-таки не арабов, то есть иноземцев, хоть и рожденных в Египте многих. И финансовая каббала со стороны Великобритании над Египтом именно в 19 веке стали причинами восстаний арабского населения в конце 80-х годов против арабских офицеров. Против именно засилия иностранного элемента. Их называли ватанистами, то есть патриотами. Их возглавлял полковник Ахмед Араби. Дело в том, что в 80-м году эти офицеры выступили против правления хидивов албанской династии и, как они так сами называли, черкеско-турецкой знати. в стране, которая захватила высшую власть, особенно в военной сфере. В январе 1881 года они потребовали отставки военного министра, тоже черкеса, Османа Рифхи Паши и захватили в здании военном министерстве. В связи с чем хидив, глава государства, пошел на встречу, выполнил требования, военным министром поставили умеренного ватаниста, известного поэта Махмуда Самиэль Буруди. И новый министр был одним из немногих черкесских офицеров, перешевших на сторону именно ватанистов в этой части. Чуть позже и в том же году им удалось добиться отставки черкесского генерала Юсуфа Паши, командира дивизии и личного адъютанта верховного главнокомандующего. В итоге весь кризис вылился в требования отставки правительства и принятия конституции. На что верховные власти Кипта вынуждены были пойти, сместили премьер-министра, поставили нового министра Черкеса Мухаммеда Шериф Пашу. В декабре этого года созвали первый парламент, на котором рассматривались конституционные реформы монархии. В начале февраля следующего года правительство снова уходит в отставку и военным министром становится лидер ватанистов уже непосредственно Ахмед Араби, который приводит к тому, что начинается сразу подготовка новой конституции, довольно такой радикальной и буржуазной революции. И в этот момент начинается именно массовое увольнение черкесских и турецких офицеров из армии, замену их на арабов. Все это приводит к еще большему усугублению этой ситуации. Черкесов еще больше изгоняют черкесо-турецкое офицерство изгоняют на все больших количествах, арестовывают их. Верховная власть проявляет слабость на счет таких действий со стороны революционеров. И вот в такой ситуации начинается британское вторжение в Египет. Британские войска достаточно быстро подавили сопротивление египетских отрядов. Все революционеры были арестованы и высланы из страны, а Египет оказался полностью под властью англичан. Это идет на спад в ряду причин поскольку Черкесия стала частью Российской империи и большинство несогласных были выдавлены в Турцию и потока не было. Миграции прекратились. После установления британского правительства в Египте и ослабления внутриегипетской власти была ликвидирована и традиция завозов наемников. Что касается черкесов оставшихся в Египте в последующие годы они довольно быстро ассимилировались поскольку жили не компактно группами а разбросаны по разным городам. Чуть дольше они потеряли свой родной язык единственное что сохранили это культурную часть свою то есть этническое самосознание за счет того что они были привилегированным отношением в обществе верхушки власти находились. В настоящее время в Египте проживают семьи помнящие о своем черкесском происхождении они не владеют черкесским языком и в целом утратили черкесскую специфику то есть стали как арабы встроились в культуру Египта начиная с конца 80-х годов они стали проявлять интерес к своим соотечественникам на исторической родине и устанавливают культурную связь с северо-кавказскими республиками России. На этом наш большой материал закончен надеюсь теперь он более полный и интересный есть о чем поговорить поэтому комментируйте ставьте лайки делитесь с друзьями и предлагаю обсуждать эту тематику ну как говорится всем пока